Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать на мою кухню, где мы с вами сегодня приготовим летний легкий суп окрошка на сыворотке. Окрошка это легкий сезонный рецепт для жаркого дня или вечера. Кстати, это очень бюджетный рецепт, подходит для вегетарианцев, подходит для мясоедов. Философия блюда очень проста. Все, что есть в хозяйстве, летом, подчеркиваю, все сгодится в наш сегодняшний рецепт. Давайте готовить! Итак, окрошка это рецепт русской народной кухни, но сегодня это очень международное блюдо. Почему? Да потому что оно простое и оно готовится из всех ингредиентов, которые есть у вас в холодильнике. Вот у меня сегодня, например, отварная говядина и я ее обязательно добавлю в свой суп. А что вы добавляете в окрошку? Какую окрошку любят у вас в семье, у вас в городе, у вас в стране? Пишите в комментариях, делитесь, я буду рада с вами пообщаться. Итак, ингредиенты у вас на экране, у меня на столе. Внизу под видео их точное количество, там же кнопочки подписаться, лайкать и колокольчик надо нажать, чтобы приходили мои новые видео. Вам будет интересно. Технология приготовления отварить овощи, добавить свежие ингредиенты, нашинковав их и, конечно же, заправить их сывороткой, которая у меня осталась от приготовления домашнего творога. Традиционно этот суп мы готовим летом, когда уже жарко, а хочется, чтобы было очень комфортно и приятно. Для этого мы берем с вами свежую зелень, берем свежие овощи и готовим, потому что у окрошки приятный вкус и легкое послевкусие. Рецепты окрошки зависят от региона и предпочтения семьи. Окрошка на кефире – это узбекский чалоп, на свекольном отваре – это ботвинья, на мацоне – догромач, на йогурте – таратор. Изначально в это блюдо использовались остатки мяса от приготовления различных блюд. Из рыбы для окрошки подходят линь, судак, осетровые, поскольку их мясо нейтральное и не имеет много костей. Вы видите, у меня сыворотка белая, жирненькая, насыщенная. И это как раз тот момент, когда вы сами определяете, нужно ли вам добавить сметанку или нет. Вот в таком красивом виде мы отправляем нашу окрошку в холодильник. На полчасика она остывает и подают ее, конечно же, охлажденной. Достали из холодильника и будем делать презентацию. Как вы видите, исходная крошечка у нас одна и та же, а вот добавление к ней будет разным. Я указала сметану и ее можно добавлять по желанию. Один рецепт и два результата. Ну, собственно, как у меня всегда на канале – вкусно, полезно и очень сытно. Подписывайтесь на мой канал и за вашим столом всегда будет вкусно и вегетарианцам, и мясоедам. С вами была Елена Беседовская. До новых встреч в эфире!